Добрый вечер, дорогой Игорь Николаевич. Вот тут все болеют за вас, как на стадионе, за любимую футбольную команду. Ну, я юморист, и вы тоже понимаете юмор, и я поэтому знаю, что вы воспринимаете все правильно. Здесь много писем вам пишут, поддерживающих пишут. И потом, ну, например, здравствуйте, Хосе Магович и Игорь Николаевич. Как вы знаете, в поддержку Острецова Игоря Николаевича я написал письмо президенту России Владимиру Владимировичу Путину. Ниже дам ссылку на письмо и ответы на письмо разных инстанций. Спасибо за возможность задавать вопросы Игорю Николаевичу. Прошу задать следующий вопрос Игорю Николаевичу. На сколько лет реально осталось запасов углеводорода, газ, нефть, уголь и все остальные углеводороды на Земле при нынешнем уровне потребления ресурсов? Допустим, что ничего не будет меняться на планете Земля, не будет внедрено и арты, и все остальное, как есть. На сколько лет хватит существующих энергоресурсов? Какой сценарий в этом случае? Ну, на этот вопрос многие уже отвечали. В России осталось примерно на 10-15 лет при современном уровне потребления, если, так сказать, нас не потребуют больше. Вы правильно сформулировали, значит, при современном уровне потребления. На самом деле это будет расти, но будем все-таки плясать от этой формулировки, потому что и она достаточно пессимистична. То есть вот я говорю, что в России на 10-15 лет. Арабские Эмираты, Ближний Восток, там, естественно, гораздо больше. Там примерно лет, по разным оценкам, от 30 до 50 лет. Но на самом деле, когда Запад рухнет, и туда придет Китай и Индия, которая рядом находится, там тоже все вмиг закончится. Поэтому по факту, несмотря на все вот эти оценки, проблемы уже, собственно, начались. И мне из Европы постоянно звонят. Европу отключают с помощью всяких манипуляций той же войны на Украине и так далее. Отключение Европы уже идет. В России этот сценарий может быть просто ужасным. Если мы не возьмем управление энергетической, экологической ситуацией в мире, то Китай просто может забрать у нас Сибирь. И тогда будет совсем плохо. Поэтому надо смотреть правде в глаза. И России надо брать управление миром в свои руки с помощью безальтернативных энергетических программ. Это ЕРТ и Космос. Потому что максимальный задел в этом отношении есть только у нас. И по ЕРТ, и по Космосу. А вот вопрос, Игорь Николаевич. А сколько времени в годах потребуется для внедрения ЕРТ в жизнь в планетарном масштабе? Хватит ли времени на переход на ЕРТ, если энергоресурсы заканчиваются? – Определенные фрагменты можно внедрить очень быстро. То есть практически через год начать уже широкое внедрение. Примером этого является наработка Никеля-63. Патент на его выработку я взял сразу после того, когда Росатом сделал глупость и паспортизировал примененного изотопа в энергетике. Я сразу взял патент. И если нам дадут это работать, мы в течение года все технические вопросы можем подготовить. И в том числе экстренное начать изготовление ускорителя Богомолова. Тогда все объекты индивидуального пользования, включая дома и все, все можно будет оснащать за счет этого изотопа. Большая энергетика, собственно, с чего начиналась ЕРТ, это потребуется больший период времени, поскольку разработка больших ядерных станций, естественно, причем специально нового свойства, она потребует побольше времени. Ну, если применить Беревские методы, я думаю, это лет 5-6. Игорь Николаевич, вот у меня мой свой вопрос есть, поскольку я ни в коем случае не разбираюсь в физике, тем более в ядерной, я просто художник, писатель. Вот для простых людей, которые не разбираются в этом во всем, не употребляя таких отвлекающих, сильных фраз, а просто по сути, можно ли двумя словами объяснить, в чем суть проблемы. Не говоря об американском флоте, который моментально лишится поддержки, поэтому не заинтересован, чтобы ваша теория продвигалась. Не говоря о космосе, не говоря, ну, ни о чем не говоря, потому что это слишком яркие такие слова, которые отвлекают людей. А вот я заметил, когда вот человек пострадал за идею, в России у нас все начинают подключаться, поддерживать и так далее, даже не зная, о чем речь идет. А вот какая формула самая простая может быть в словах, чтобы вы в двух словах объяснили миллионам людей, о чем речь идет. Например, в чем суть идеи, вот то, что нужно сделать россиянам, чтобы помочь вам, вот что нужно сделать? Нужно просто заставить, чтобы работы по этой технологии начались немедленно, поскольку я уже много-много раз говорил, что 90% ресурсов энергетических земли, причем чистых ресурсов, они находятся именно в этой технологии, которую используют уран-238 и торий. Поэтому 90% всех ресурсов, представляете себе, сосредоточены в 38-м уране и тории. А это сегодня все. Торий просто не добывают, его, кстати, гораздо больше, чем урана. Уран идет в отвал 38-й. А их надо включать в кассию. Причем, к тому же, это будут совершенно чистые источники. Ведь не только проблема энергетическая. Сейчас же не меньше опасность связана с ухудшением экологической ситуации. Об этом тоже не надо забывать. Потому что в зимний период вам придется гораздо больше использовать для обогрева энергии, а летом использовать кондиционеры для того, чтобы тоже уснуть ночью. Не в 50-ти градусной жаре, а хотя бы в 30-ти. Поэтому экологическая ситуация – это не меньший фактор. Экология и энергетика требуют включения в энергетический оборот самых больших энергетических ресурсов на Земле. Это урана-238 и тория. А это ЯРТ. Потому что сегодняшние ядерные технологии ничего с ними сделать не могут. Понятно, понятно, понятно. Я бы хотел попросить всех слушателей нашей встречи, чтобы они еще написали вопросы. Я вам их подготовлю. И если вы будете иметь время и желание согласитесь на следующую встречу, то все эти вопросы тоже будут заданы. Как вы смотрите за счет следующей встречи, Игорь Николаевич? Будет у вас время? – Естественно, всегда найдем. Поэтому я прошу всех. Один товарищ, о котором вы сказали, написал письмо очень хорошее. Надо, чтобы таких писем было максимально много. И чтобы встречи наверху проходились непонятно, по каким причинам обсуждения этой бессмысленной войны на Украине. А по обсуждению энергетических проблем, поскольку все остальные вопросы мгновенно будут сняты, в том числе и война на Украине. Если будут энергетические ресурсы, драться и отключать Европу будет не надо. Вот все. Поэтому просите, чтобы наша верховная власть стала выполнять указания Путина, которые он сделал еще в 2000 году на саммите тысячелетия в Организации Объединенных Наций. Он сказал, что атомная энергетика должна быть избавлена от обогащенного урана и плутония. А это и есть ИРД. Он это сказал после того, когда я все это... Меня Никитчук, это депутат Государственной Думы, был от Сарова, ядерного центра. Он был членом коммунистической фракции, свел с Зюгановым. Я Зюганову все это рассказал, он рассказал Путину, и он все это озвучил. Поэтому надо выполнять указания Путина, которые он сделал в 2000 году еще. Потом многие писали, и Жириновский, и Миронов, и генеральный штаб, и все. Но указания президентов надо выполнять. А вот он же пишет дальше вопрос, Игорь Николаевич, позвольте. Хорошо, допустим, это так. Тогда почему США сами не внедряют ЯРТ у себя, если даже ускоритель Богомолова у них есть? Вы говорили, что наши из Росатома передали ускоритель Богомолова американцам. Почему они не возглавят развитие ЯРТ, если гарантированно США останутся без света и без авианосов, когда закончатся углеводороды и уран-235? Если внедрить ЯРТ, по крайней мере, будет света. Если не внедрить ЯРТ, не будет ни света, ни авианосов для США. Конечно. Дело в том, что если в Штатах будет эта энергетика, весь мир тоже ее затребует. Сейчас о ней даже запрещено говорить. А если это будет, авианосец Соединенных Штатов никогда не отойдет от берега. Потому что ускорители Богомолова будут на Кубе, в Мексике, в Венесуэле. И авианосец просто от берега не отойдет. А Штаты живут не только на энергетической программе. Они живут еще за счет того, со времен Бреттон-Вудсеновского соглашения, за счет того, что они печатают бумагу. Потому что их уровень потребления несоизмеримо выше, чем у всех остальных стран. Ну, в первую очередь, Азиатских, Юго-Восточной Азии, Латиноамериканских и так далее. Ведь им нужна не только энергия, а чтобы весь мир на них работал. А как только будет ускоритель Богомолова, никто на них работать не будет. И Штаты тут же развалятся. Игорь Николаевич, вот еще пункт вопроса был задан. Теперь к вопросу религиозно-общественного характера. Насколько я понял, после прочтения вашей книги «Введение в философию ненасильственного развития», цель человечества – достичь потенциала разума человечества до уровня Создателя. Носитель разума в вашем понимании, если я правильно понял, – это каждый человек. Как человечество должно развиваться до потенциала разума Создателя? Ведь он велик и необъятен взору человека. И вот еще седьмой пункт у него. Читали ли вы Коран для сравнения с Евангелией? Если да, то ваше мнение, в чем общее различие в исламе и в христианстве? Говорил ли Иисус, что Он Бог в Евангелии? Я читал Коран много раз. Он пишет разных авторов переводов для того, чтобы не попасть в однобокость перевода. Коран в единственном варианте на арабском, в отличие от Евангелия, которое от разных последователей Иисуса, мир ему. И искал там ответы на жизненные вопросы. Даже напишал статью «Отношение к знанию, труду, благим делам, другим вопросам». Так, в Коране. Ну, длинный вопрос, но очень важный вопрос. Там есть ссылочки у него. Кто имеет желание, то могут прочитать. К примеру, в Коране Суре 67, аят 1.2, написано на значение жизни и смерти, в том числе на значение человека. Ну, там пункты. Вот я этот вопрос еще немножечко с этим товарищем нашим обговорю, чтобы не так долго задавать. И вам потом задам его в более емком, компактном виде. Когда вы можете с нами встретиться, как человечество должно развиваться до потенциала разума, создателя, ведь он велик и необъятен взору человека. Ну, это я обычно говорю, когда снимаешь стресс, выходишь на состояние бесконечности, отрываешься от всего земного, от хлопота. И там ты встречаешься с этой вечностью, с безвременем. И там ты проясняешься, разумеешь, становишься гуманнее. Потому что когда человек в страхе, в стрессе, в шаблонах мышления, в подражании авторитетам, как обезьянка, он тогда никакой не гуманист, а он тогда эгоист. Поэтому во всех религиях есть такие вот вещи, как молитва, повторяемые действия, которые снимают напряжение и так далее, и так далее. Ну, я это как врач могу сказать. Игорь Николаевич, когда вы можете на этой недельке или на следующей недельке, чтобы все знали, когда вас ждать, когда вы сможете, чтобы мы снова сделали нашу встречу? Да в любое время, как скажете. Я вот сейчас, видите, в больнице нахожусь. А что вы там делаете, Игорь Николаевич? Что вы там на обследование, да? Ну да, велели, положили. И вот я здесь сейчас лежу, всякие процедуры принимаю. Может, поддержат. Вопрос очень интересный, важный. И я с удовольствием, так сказать, на него отвечу подробно. Игорь Николаевич, я вам хочу сказать, при вашем возрасте вы человек большой силы духа. И вот поэтому вы сохраняете жизнестойкое, жизнеспособность, творческое начало. У вас генетика такая или вы так любите свое дело? Или это одно и вместе связано? Нет, естественно, в первую очередь это дело. Когда знаешь, зачем живешь, то делаешь все возможное, чтобы, несмотря ни на что, эту жизнь продлить. Потому что, если моей работы не будет, придется очень тяжело людям. Поэтому я не имею просто права. Я обязан делать все, чтобы попытаться эту работу хотя бы начать и сформировать коллектив, который ее должным образом продолжит. Я счастлив, что мои друзья, Игорь Николаевич. Я счастлив, потому что, значит, как говорится, Бог от вас не отвернется, пока вы свою миссию не выполните. Вы будете жить долго. Дай Бог вам здоровья. Позвольте от вашего имени передать всем, чтобы все были здоровы, были счастливы, чтобы было благополучие в доме, чтобы вы жили долго. Потому что Игорь Николаевич решает проблемы высочайшего уровня, которые невозможно решить по отдельности. Нам надо все вместе решать такие вопросы. До встречи. Спасибо, Игорь Николаевич. До свидания. Привет всем. Спасибо. Спасибо. Игорь Николаевич. Игорь Николаевич.